Итак, друзья, продолжаем тему велосипедов. Сегодня поговорим вот на какую тему. Какой велосипед выбрать? Односкоростной или многоскоростной? Это видео заставит вас о многом задуматься, если вы решили приобрести велосипед. Вы обязательно должны его посмотреть. Многоскоростные велосипеды. Что это такое? Конечно же, это очень большие возможности. Это легкость хода, это великолепная динамика и скорость. Многие ездят на таких по 8 км до работы, по 8 км обратно до дома. Особенно сейчас, когда бензин подорожал, велосипеды стали очень актуальны. Многоскоростной велосипед запросто может преодолеть высокий подъем, тогда как односкоростной, как правило, на это не способен. И велосипедисту приходится спешиваться, потому что по-другому подъем просто не преодолеть. Казалось бы, вывод напрашивается сам. Многоскоростной велосипед рулит и разруливает, тогда как односкоростной слишком примитивен и он с технической точки зрения устарел. Однако, все не так просто. Односкоростные велосипеды по-прежнему актуальны, потому что у них тоже есть свои плюсы. Во-первых, они намного доступнее, потому что простая конструкция обходится намного дешевле, чем многоскоростная. Во-вторых, они практически не ломаются, ибо там просто нечему ломаться. Вы знаете, если вы зайдете в веломастерскую, то увидите там, как правило, многоскоростные велосипеды, а вот стоящий в ремонте односкоростной велосипед – это большая редкость. Да, друзья, к сожалению, многоскоростной велосипед очень капризный. У него часто ломается механизм переключения передач. К тому же он требует постоянного технического обслуживания, за которое тоже надо платить деньги. Это особенно касается очень дешевых китайских велосипедов. Так что, если вы увидите многоскоростной велосипед за очень низкую цену, то не спешите с ним связываться, ибо потом у вас могут возникнуть постоянные проблемы с ремонтом. Кстати, сегодня я хочу развеять один миф, который касается советских велосипедов. Считается, что они ходили без ремонта по 10 лет и не требовали никакого технического обслуживания. Тут я не совсем согласен. Дело в том, что советские велосипеды были в основном односкоростными. Вот в этом случае, да, действительно, они ходили много лет без ремонта, их не нужно было обслуживать. Но встречались и многоскоростные модели. Например, легендарный «Турист», у которого было три скорости и механизм переключения передач. Перекидка цепи у него ломалась так же часто, как у современного «Шимано». Выходили из строя монетки, рвались тросы, то есть все те же самые проблемы были. Я вас уверяю, советский многоскоростной велосипед был таким же капризным, как и современный. Давайте подведем короткий итог. Если вы хотите комфорта, если вам хочется ездить быстро, что называется, с ветерком, то, конечно же, вам нужен многоскоростной велосипед. Но будьте готовы к частым поломкам и постоянному техническому обслуживанию. Если же вам нужен велосипед с минимумом ремонта, то тогда выбирайте односкоростной. Но учтите, далеко на таком велосипеде не уедешь. Продолжение следует...